Я вижу огромное давление Запада на армянских партнеров, побуждающее их занимать в некоторых случаях антироссийскую позицию или сворачивать свое сотрудничество в рамках СНГ. Об этом на днях заявил генеральный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев, отвечая на вопрос Ньюс. РУ в кулуарах научного форума Примаковские чтения. С большим сожалению я констатирую, что во многих форумах СНГ в последнее время Армения перестала участвовать. На мой взгляд, это плохо для СНГ, я как генсек это говорю. Но многие эксперты признают, что это плохо и для Армении, сказал Лебедев. Итак, можем ли мы ждать ухода Армении из СНГ? Что сулит ей такое развитие событий? Не скажется ли это в худшую сторону на связях Армении с постсоветскими странами, политических, транспортных, экономических, гуманитарных? На эти вопросы ответили иностранные политкомментаторы. Кыргызский политический эксперт, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев отметил, что сегодня внешняя политика Пашиняна и его сторонников оказалась в ситуации Цукцванга, какие бы решения они не принимали, результат будет провальным для существования этого правительства. Оказавшись в патовой ситуации, Пашинян пытается играть сразу на двух досках, налаживая контакты с Парижем и в целом с коллективным Западом, в том числе в военно-технической сфере, тем самым играя на нервах России, озабоченные ослаблением своих внешнеполитических позиций на южном направлении. Ради своего политического выживания правительство Пашиняна изучает плюсы и минусы будущего Армении вне рамок СНГ, пометой о том, что Париж и коллективный Запад активно способствуют такому внешнеполитическому развороту Еревана. Учитывая, что армянское общество в целом разделено на сторонников сохранения страны в рамках СНГ и сторонников движения в сторону Запада, это обстоятельство заставляет правительство Пашиняна балансировать между этими двумя полюсами, как можно дольше оттягивая окончательное решение, считает Джакишев. Профессор эконометрики, член Нью-Йоркской академии наук, эксперт Фонда парламентаризма Казахстана Нурлан Мунбаев говорит в свою очередь, что тут вопрос касается будущего Армении в рамках СНГ. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление по поводу того, что Армения перестала активно участвовать в форумах СНГ. Он считает, что это плохо как для СНГ, так и для самой Армении. По-моему уход Армении из СНГ может иметь различные последствия, с одной стороны, это может повлиять на политические, транспортные, экономические и гуманитарные связи Армении с другими странами СНГ. С другой стороны, Армения может продолжить развивать свои отношения с другими странами, такими как Россия, Беларусь и Казахстан, которые также являются членами СНГ. Однако следует учитывать, что Армения уже имеет тесные связи с этими странами вне рамок СНГ, ее политические, транспортные, экономические и гуманитарные связи с ними не сильно зависит от ее участия в СНГ. Таким образом, уход Армении из СНГ может иметь ограниченное влияние на ее связи с другими странами, полагает профессор. В целом, резюмирует Мунбаев, ситуация с участием Армении в СНГ является сложной и требует дальнейшего обсуждения и переговоров между странами-членами СНГ.